Привет, друзья! С вами опять я, и сегодня мы поговорим о двух самых распространенных типах двигателей в авиации. Это турбореактивные и турбовентиляторные двигатели. В чем их сходство и в чем их различие? Давайте перенесемся к конец 30-х, начало 40-х годов 20-го столетия. Мир был тогда на пороге Второй мировой войны, и каждой стране нужно было превосходство не только на земле, но и в воздухе. Тогда немецкий физик, инженер и конструктор Ганс фон Охнай создает свой первый экспериментальный двигатель при поддержке компании Henkel Aircraft Company и устанавливает его на самолет Henkel H-178. 27 августа 1939 года, за три дня до начала Второй мировой войны, в небо взлетает первый в мире самолет с турбореактивным двигателем. А Ганс фон Охайн входит в историю как конструктор первой в мире газовой турбины для самолета. А уже с 3 октября 1944 года истребители Messerschmitt Me 262 начали свою боевую службу в Люфтваффе. Самолет был настолько быстрым и технологичным, что союзники не сразу поверили в его существование. Но вот что интересно, хоть и Messerschmitt 262 и считался вершиной технологий современного того времени, его двигатели были невероятно прожорливыми и требовали много топлива. К тому же надежностью похвастаться они не могли. В России ресурс двигателя был всего 25 часов. То есть буквально через пару дней интенсивных боев самолет превращался просто в кирпич с крыльями. Так что летчики с большой опаской отправлялись на бой на этих машинах и не могли предугадать, когда самолет выйдет из строя. После Второй мировой войны инженеры продолжили эксперименты с турбореактивными двигателями и уже в 50-е годы 20-го столетия появились легендарные Ми-15 и американский F-86 сабля, которые встретились в первых реактивных воздушных боях во время Корейской войны. Но со временем возникла большая проблема. Чтобы лететь далеко и быстро турбореактивным двигателем требовалось невероятное количество топлива. А топливо это вес, а вес это огромные деньги. Вот тут-то инженеры и задумались, как бы сделать двигатель более экономичным. И тут появляется герой нашего сегодняшнего рассказа. Это турбовентиляторный двигатель. Он отличается тем, что часть воздуха проходит не только через камеру сгорания, как турбореактивным двигателем, но и вокруг нее, создавая дополнительную тягу. Это оказалось революцией. Первые турбовентиляторные двигатели появились еще в конце 50-х годов. И одним из первых самолетов, получивших такие двигатели, стал знаменитый Boeing 707, который буквально изменил гражданскую авиацию и вытеснил другие пассажирские самолеты, сделав перевозку более доступной и смог перевезти миллионы пассажиров по всему миру. Турбовентиляторные двигатели оказались значительно экономичнее турбореактивных. А значит, можно было лететь дальше, перевозить больше пассажиров и грузов, и при этом получать очень серьезную экономию на топливе. И не надо было сделать до заправки или садиться в промежуточных аэропортах. И именно поэтому сегодня большинство гражданских самолетов, от небольшого Embraer до гигантского Airbus A380, оснащаются именно такими двигателями. И тут возникает вопрос, а почему же турбореактивные двигатели не исчезли совсем, раз турбовентиляторные двигатели настолько хороши и экономичны, вроде бы все хорошо. Но ответ прост. Скорость и высота. Турбореактивные двигатели прекрасно работают на высоких скоростях и больших высотах, что идеально подходит для военных самолетов и сверхзвуковой авиации. Максимальная скорость, которую способны развивать турбореактивные двигатели, превышает 3 мака, то есть примерно около 3500 км в час. Например, знаменитый разведывательный самолет Blackburn SR-71 мог лететь быстрее 3500 км в час, используя именно турбореактивные двигатели. В то же время турбовентиляторные двигатели обычно ограничены скоростями до 0,9 маха. Это примерно 950 км в час. Почему такая разница? Все просто. Если вы посмотрите на конструкцию турбовентиляторного двигателя, то именно пропеллер турбовентиляторного двигателя создает очень серьезное сопротивление на сверхзвуковых скоростях. И из-за этого его эффективность аэродинамического сопротивления теряется. И теряется эффективность самого двигателя при приближении скорости звука. Турбореактивные двигатели лишены этой проблемы благодаря своей конструкции. То есть она такая небольшая и создает аэродинамическое обтекание хорошее, что позволяет воздуху проходить сквозь двигатель без дополнительных потерь. Максимальная теоретическая высота полета для турбореактивных двигателей составляет примерно 30-35 км. Например, управляемый SR-71 Blackburn мог подниматься на высоту 26 км. Практически на границе с космосом. В то же время турбовентиляторные двигатели обычно эксплуатируются на высотах до 13-15 км, что связано с конструктивными особенностями и снижением эффективности турбовентиляторного двигателя на таких больших высотах, больше 15 км, там очень разреженный воздух, что не позволяет эффективно использовать конструкционные особенности турбовентиляторного двигателя. По сути, направление турбореактивных двигателей – это в основном военное направление, где нужна быстрота и маневренность. А турбовентиляторные двигатели заняли нишу гражданских и грузовой авиации, где важны именно экономичность и надежность. Благодаря этим двум технологиям человечество научилось летать быстрее звука, перевозить миллионы людей ежедневно и покорять высоты, которые еще полвека назад казались недостижимыми. Если хотите узнать больше интересных подробностей, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И скоро увидимся снова. До встречи!